Одним из обсуждаемых вопросов, который волнует родителей учеников в новом учебном году, это переход на 12-летнее образование, а также новая система оценок. Как отмечают в Министерстве образования и науки в этом году, учиться будем по классике. В этом году система оценки тоже остается по-прежнему. Даже у нас не было никаких распоряжений или приказов по переходу другой системы оценивания. Это было только обсуждение, никаких приказов, либо других решений не было. По переходу к 12-летнему образованию мы сообщим, как только кабинет министров утвердят, и будут специальные приказы. Поэтому пока никаких приказов нет, не стоит беспокоиться родителям и учителям. Тем не менее, некоторые новшества все-таки есть. Например, начиная с этого года дети обязательно должны будут идти в нулевой класс. Если до этого в некоторых местах, особенно в сельских местах, были нулевые классы, так как не было ни садиков, ни подготовительных учреждений, то в этом году приказом все нулевые классы образуются во всех школах. Для того, чтобы это уравнить всех уровней подготовки в школе, детей, чтобы в одинаковом состоянии, чтобы у учителей была возможность обучить их первому классу равных возможностям. А между тем, чем меньше времени остается до 1 сентября, тем активнее ученики и родители начинают готовиться к новому учебному году. В то же время горячая пора и у самих школ. Например, в образовательных учреждениях Аламидинского района все готово к приему учеников. На территории Аламидинского района есть 23 муниципальных школы, где учатся 19 тысяч учеников. На сегодняшний день эти школы 100% готовы для открытия 1 сентября, открыть свои двери для учеников. Везде проведены либо капитальный, либо текущий ремонт. Везде проведен полностью оснащенный мебелью и необходимой техникой школы. На сегодня одна только проблема есть – это нехватка учебников в школах по Аламидинскому району. Оснащенность учебниками составляет 86%. Более 150 тысяч будущих школьников Кыргызстана пойдут в первый класс. Одной из важных задач родителей – собрать ребенка в школу. Аселя Кматалеева работает на одном из крупнейших рынков республики уже 10 лет. Она продает детские вещи. Каждый год с середины августа здесь начинается ажиотаж. Родители приводят детей за обновками к школе. По словам Асель, цены, конечно же, вырастают с года в год. Но можно найти и одежду хорошего качества по весьма бюджетной стоимости. Вот, например, батники с коротким рукавом для мальчиков можно купить от 500 сомов. Это местного производства. Есть Пекин, Турция. Они подороже. Рубашки тоже от 500 сомов. Брюки – 700 сомов и выше. Мы сами берем эти вещи своим детям. Поэтому знаем, что лучше будет носиться и как, зачем ухаживать. Школьные принадлежности и одежда – удовольствие не из дешевых. В среднем только на первое время нужно порядка 10 тысяч сомов на одного ребенка. Купили брюки, юбки, все по два, рубашки. Хотела две рубашки, но, походу, не хватит на второй. Уже 15 тысяч ушло. Надо еще много чего купить. Я купила сыну обувь за 2000 сомов. Это классический для повседневной носки. Примерно столько же нужно на спортивную обувь. У нас четверо детей, три школьника и один студент. Какие бы цены не были, все равно придется брать. На каждого уходит только на констовары около 3000 сомов. Мы приехали в Бишкек, чтобы закупить все оптом и подешевле. На рынке констоваров ситуация немного иная. Продавцы отмечают, что их стоимость в этом году ниже. С российских товаров получается дешевле по той самой причине, что рубль сейчас равен сумму. Мы канцелярские товары в основном завозим из Китая, из России, из Дубая. На четверо для нас листовую. Сейчас цена варьируется где-то 4-5 сомов. 48-листовые четверо от 35 до 45. Ручки и карандаши в зависимости от упаковки, от штук, от марки получается. Там простой карандаш стоит 5 сомов. Ручки по 20-15 сомов. Пеналы вот эти вот, к примеру, 280, 220, по 160. А чтобы было куда идти, в первый раз в первый класс по республике к 1 сентября будут открыты 27 школ еще раньше. До 1 августа уже было сдано в эксплуатацию 48 соцобъектов, из которых 15 школ и 6 детских садов. К 1 сентября планируется открыть 3 объекта в Чуйской области. Два из них в Бишкеке. В Нарынской области 5. В Баткинской 2. В Исокурской 7 социальных объектов. В Таласской откроют 2. Больше всего объектов откроют в Джалабадской области 20 и в Урской области 16. Из них 10 домов и 6 социальных объектов для ладьских кыргызов. Всего в республике насчитывается 2296 образовательных учреждений, из которых 152 частные. Каждый год школу заканчивают порядка 180 тысяч учеников. Елена Ткаченко, Мармалашев, АЛАТО24. Итоги недели.